ППЭ запрещается иметь при себе средства связи, электронную вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы. Вместо воздушных шаров и лент выпускников, паспорта, гелевые ручки, только для ульяновских выпускников прозвенел последний звонок, как уже на следующий день прошел первый госэкзамен по выбору. 299 учеников отправились на ЕГЭ по литературе, 561 человек решали задания по химии. 68 выпускников выбрали в качестве дополнительного экзамена географию. Всего в первый день в регионе заработало 28 пунктов сдачи ЕГЭ, в том числе на базе 24-й гимназии Засвиярского района. Здесь проверили свои знания 128 учеников из 8 школ города. Я сдаю химию и биологию, русский и базовую математику. Я планирую поступать в медицинский, в УЛГУ. Готовилась. Страшно, конечно, страшно. Экзамен усложнили. Очень страшно. Ну, надеюсь, хорошо сдам, поступлю, вспомню, так сказать, свою цель, мечту. Ну, я очень сильно волнуюсь, но почти два года подготовки должны дать свои плоды. Вот. Поэтому я надеюсь на лучшее. Списать не получится. Строгость для ЕГЭ стала уже привычной. Перед началом тестирования все его участники проходят определенный фильтр. Сначала паспортный контроль и проверка металлоискателя. Воспользоваться сотовым телефоном тоже не получится. Сигнал заглушает специальная техника. И только потом распределение по аудиториям. За действиями учеников внутри кабинетов следят камеры и педагоги-организаторы. Работают и общественные наблюдатели. Видеонаблюдение обязательно. Оно во всех аудиториях непосредственно. И вне аудитории видеонаблюдения у нас тоже есть. Значит, видеонаблюдение мы постоянно контролируем на площадке «Смотри» ЕГЭ. Зато отвечают технические специалисты. Нам в этом году поставили новую видеокамеру, которая полностью охватывает все аудитории. То есть закрытых мест для камер нет. Экзамен экзаменом, но на первом месте у организаторов остается здоровье детей. На входе дезинфекция рук и термометрии, ношение маски на усмотрение организаторов и участников тестирования. В каждом учреждении работает кабинет оказания первой помощи, оснащенной необходимыми медикаментами. Конечно же, сегодня очень волнительный день, потому что это первый единый государственный экзамен в этом году. Мы надеемся, что ребята сдадут его успешно, поскольку мы постараемся приложить все усилия, чтобы обеспечить спокойную, слаженную работу и чтобы все средства технические работали бесперебойно. И, конечно же, организаторы в аудиториях доброжелательно отнеслись к каждому ребенку. Государственная итоговая аттестация пройдет с 26 мая по 2 июля. Уже 1 июня 11-классникам предстоит испытание по математике, а 3 июня по русскому языку. Сдача этих предметов обязательна для получения аттестата.